МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Олег Кривенко. В эфире акценты, общественно-политический проект телекомпании Ортепланета. Программа, в которой мы стараемся акцентировать ваше внимание на наиболее значимых. На наш взгляд, в делах и событиях в жизни области. Какие ассоциации у вас вызывает лето? Кто-то сразу же вспомнит про отпуск, дети, про беззаботное время каникул. Но для большинства лета по-настоящему горячая пора. И вовсе не из-за жары. У земледельцев уборочная страда, у абитуриентов вступить на экзамены. У строителей, ну, тут все немножечко сложнее, чтобы сразу обозначить их объемы работы одним словом. Прежде всего, это жилищное строительство. Минрегионам страны для нашей области установлен план ввода в действие почти 1 миллиона квадратных метров жилья. Задача, что и говорить, крайне сложная. Тем не менее, требование губернатора неукоснительное исполнение принятых обязательств. Кстати, об обязательствах и их исполнении строителями. У губернатора шел разговор достаточно жесткий во время очередного посещения Юрием Бергом Олимпургской клинической больницы имени Пирогова, где один из корпусов строит уже 25 лет. Тему продолжит Максим Стародумов. Первичное сосудистое отделение в больнице имени Пирогова самое новое и самое долгожданное. В буквальном смысле. Здание построили еще лет 20 назад, а зайти в него не могут до сих пор. Почему, спрашивает глава региона. Кто виноват в том, что вот это отделение не работает, вот этот корпус не работает? Обнаруживаются какие-то дополнительные необходимые работы? В декабре вы тут похлопали? Он уже является субовым. Похлопали? Сделано в соответствии с проектом. В декабре хлопали? Почему за 6 месяцев не сняли все вопросы? Ну это не ко мне, я думаю, попросил я. Вы генподрядчик? Я подрядчик. Вы генподрядчик, да? Я не проектировщик, я не заказчик. Вы генподрядчик? Я генподрядчик. Вы генподрядчик. Я делаю все. Вы объект должны сдать. Вы его сдали? Нет. Я делаю все. У вас есть документ, что у вас объект принят? Пока еще нет. Погрязли в бумажках. Это, пожалуй, наиболее подходящие слова к той ситуации, в которой оказались все те, кто так или иначе связан с Пироговкой. Здание построили, оборудование закупили, а людей лечить нельзя. Не ожидал сам, что оформление документации при новострое занимает такое количество времени. Различные согласования, лабораторные испытания. То есть работы строительные закончены давно. Но документация и все необходимые вещи, связанные с сдачей данного объекта в эксплуатацию, мы делали после Нового года и в течение этого времени. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и придать ускорение процессу документа оборота, губернатор пригласил всех к себе на беседу. Завтра все соответствующие службы пригласите, они от вашего операции. И по каждой службе, представьте, почему 6 месяцев ничего, за 6 месяцев уже можно было все сделать. Даже асфальт по одной лопате сюда носить, и то бы уже лежало. И еще о большой стройке. Серьезные работы предстоит провести и в селе Державино в Узулукского района. Напомню, что в этом году мы отмечаем 270-летие со дня рождения великого русского поэта, первого министра юстиции Российской империи Гавриила Романовича Державина. В селе, основанном в 1750-х годах родителями поэта, в наследство от Державина остался каменный храм во имя Смоленской иконы Божией Матери, главным строителем которого и стал сам Гавриил Романович. На нынешней неделе здесь в ходе двухдневной рабочей поездки на запад области побывал наш губернатор. Если в свой прошлый визит губернатор особое внимание уделил социальным объектам села, то теперь это исторические объекты. Среди них главная достопримечательность Державина – храм во имя Смоленской иконы Божией Матери. Вместе с краеведами, представителями профильного министерства, руководством района и епископом Бузулукским и Сорочинским Алексием, Юрий Берг обсудил проект реставрации святыни. Также, согласно личному распоряжению губернатора, преобразиться должен внешний двор храма. Здесь надо сделать проект этого двора, ввести сюда деньги, сделать хороший, аккуратный двор. Ну, это планируется, хорошо, сейчас колонку переделаем, переставим пульс, переставим проводить на ладони. Какая разница, ну, сделали все это, теперь надо сделать, чтобы этот двор, не надо больших денег, элементарно любой художник просто пусть нарисует. Также, по распоряжению главы области, в ближайшем будущем будет обновлен обелиск державенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По соседству с ним, на месте пустыря, администрация района намерена разбить парк. К этому уже все готово, вносятся лишь последние коррективы. Согласно размеру, вот все, какие культуры, раздрели тут. Работы здесь начнутся со дня на день. Открытие парка планируется на осень текущего года. Стоит отметить, что эти преобразования будут способствовать развитию в Бузулукском районе внутреннего туризма. Я не уверен, что даже бузулучане, проживающие в Бузулуке, были в державе, по большому счету. Когда спрашиваешь Санкт-Петербург, он спрашивает, а зачем он там был. То есть так и у нас. У нас еще, то есть мы даже внутрирегиональный туризм, в том числе исторический, у нас совершенно не развит. Для этого еще много очень предстоит сделать. Ну а теперь обратимся к одной из главных тем, причем не только нынешней недели, даже не только нынешнего лета. Речь о ситуации в агропромышленном комплексе области. Некоторые акценты в этом были расставлены в минувшую пятницу в Сулецком районе, где прошел День поля. Такое лирическое название получил областной семинар совещания, участникам которого, впрочем, было не до лирики. Обсуждали они вопросы более чем серьезные. Уборку урожая, заготовку кормов, севозимых зерновых. А также то, как идет реализация госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Оренбургской области на 2013-2020 годы. Мощь моторов не идет ни в какое развитие с природной силой. Засуха, которая не первый год терзает Оренбуржи и не дает спокойно рассуждать о развитии сельского хозяйства. Миллионы и миллиарды рублей господдержки тонут в суховеях и погибают под натиском саранчи. И тем не менее, деньги будут, говорит губернатор. Те посевы, которые пострадали, все, что положено, мы в этом вопросе сделаем. И вот, скажем, по опыту прошлых лет, селяне были поддержаны неплохо. 10-процентная скидка на топливо, она была в рублях, это миллиард 200 миллионов на то и на другую. Мы сейчас на посевные работы и на это оказали помощь вместе с федеральным бюджетом 2 миллиарда 700 миллионов. Но есть разница. Есть разница. Есть. И существенная. Значит, и правительство, министр сельского хозяйства четко есть, поддержка будет серьезная и на уборочной работе. День поля в Солилетском районе как показатель того, что нашим крестьянам надо подумать на перспективу. Хватит по старинке сей то, что нынче никак не желают давать урожай. По опыту прошлых лет, двух лет, аграрии получали помощь по засухе такую, что если бы даже не получили небывалый урожай, продали бы по небывалым ценам, у них все равно результат был бы ниже, чем помощь, которую не получали по засухе. Где там 3-5 сантиметров в гектаре. Значит, надо чем-то заниматься и отдельно смотреть. Не всех под одну гребенку, начиная от северного района, там, у Грусланского и до Светлинского, и везде ждать одинаковых урожая. Все разное. Нут, сорга и санфлор – сорта будущего. О них говорят уже в полный голос, а здесь еще и показывают. Чтобы новой технике было что убирать, прежде надо подумать, что посеять. Есть у нас хозяйство, которое посеяло и рыжик в этом году уже убирает. Как бы это первая проба, но 10 сантиметров в гектаре осуд Бодаровского уже получило этой культуры. Для спутника эти поля испытательны. Именно здесь хозяйство, в котором помимо растениеводства активно занимается и разведением птицы, решили попробовать новые сорта кормов. О результатах руководитель хозяйства говорит только в превосходных степенях. Когда подхожу, смотрю вот на этот вот колосок, который есть, считаем там уже 300 зерен, а некоторые 500 зерен, а в Европе имеется 5000 зерен. Это свидетельствует о том, что мы 2 тонны получим. И получим высоко белковой культуры, который будет заменять килограмм ячменя, или 2 килограмма надо ячменя скормить, а этого всего килограмм. Страна поставила области задачу в этом году вырастить 2 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Цифра неподъемная, говорят в областном минсельхозе. Потому сейчас идет разговор о перерасчете показателей. В начале этого года речь шла о поддержке в размере 360 рублей на 1 гектар. Теперь с учетом засухи, когда две трети области горят под солнцем, селяне с надеждой смотрят в казну области и федерации. Второй транс будет буквально где-то в начале августа, это уже точно. Ожидаем с федерального бюджета 438 миллионов рублей. По всем нашим расчетным данным, и Москва это подтвердила. И где-то сегодня, изыскиваем возможности с областного бюджета, 38-40 миллионов рублей. Об этом знал губернатор. Что и говорить, природа и погода, еще множество объективных и субъективных факторов вот уже который год испытывают наших аграриев на прочность. Засуха, саранча, диспаритет, цена, все это и многое другое стало уже общим местом, когда речь заходит о сельском хозяйстве. Но стоит все-таки вспомнить, что наш край спокон века был зоной рискованного земледелия, что не мешало области собирать рекордные урожаи. Так какие же на самом деле настроения у наших земледельцев сегодня? Что в них больше, пессимизма или оптимизма? И что можно сделать, чтобы повода для последнего было больше? Об этом моя коллега Елена Файман беседовала с министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Михаилом Масловым. Какова ситуация у нас сейчас с засухой? Ну, сначала цифра, да? Значит, 4 миллиона 180 тысяч гектар было посеяно вместе с озимами. На сегодняшний день из 512 тысяч 400 тысяч гектар озимов сохранено. То есть 82%. Ну, гибели озимов, понятно, что это не засуха. Значит, это определенные климатические условия. Но, тем не менее, то есть сам факт. На сегодняшний день из 2 миллионов 232 тысяч гектар, которые у нас сегодня, Яровой Сев, 21 район объявили чрезвычайную ситуацию. В 21 районе на сегодняшний день 560 тысяч гектар идет на гибель. На сегодняшний день ущерб, ущерб по предварительным оценкам составляет 3 миллиарда 360 миллионов рублей. Готов, значит, распоряжение губернатора о введении ЧАЕС на всей области, потому что на самом деле сегодня крестьяне от засухи просто пострадали. А тем более, учитывая, что, значит, за последние 5 лет практически засуха 4 года. То есть 9, 10, 12 и вот 13 год. Введение чрезвычайной ситуации, что это на самом деле? То есть это какая-то дополнительная поддержка из федерального бюджета, вы при помощи вот этой ситуации можете получить. То есть для чего вводится чрезвычайная ситуация? И вовремя ли вы ее объявили? Может быть, ее нужно было раньше объявить? Почему он объявляется? Потому что действительно уже все, значит, как бы убедились, что вот этот ущерб есть, вот эта засуха, она есть. Не просто на словах. Если не будет компенсации за потерянные посевы, ну просто крестьянин завтра не выживет у нас. В полном смысле этого слова. А чтобы он сегодня, как бы, то есть мог и в дальнейшем видом деятельности своей заниматься. Поэтому вводится ЧАЕС, чтобы действительно еще раз посмотреть, что крестьянину какая-то необходимая помощь. Ну вот вы говорите, 4 года засухи, да, и крестьяне об этом знают. Но почему не выстраиваются очередь страховые компании, чтобы именно застраховать свои посевы? Наше личное мнение по этому вопросу и мнение всего крестьянства, что сегодня настолько несовершенно страховые законодательства. И, значит, у нас на сегодняшний день застраховано достаточно много, 317 тысяч гектар, то есть на сегодняшний день. В прошлый год было 480 тысяч гектар. Это снижение из-за того, что именно несовершенна система и страховые компании, которые сегодня застраховали, как правило, не выдают компенсацию и не выполняют свои договора за то, что сегодня уже как бы произошло. На мой взгляд, пока не будет у нас государственной страховой компании, это вот лично мое мнение, я в этом уже убежден, значит, что дальше мы двигаться в этом вопросе не будем. И вот 261 новый закон федеральный, да, как бы он говорит и, значит, делает первый шаг, что действительно должны 50 и 50 заниматься страхованием государства в том числе. По поводу газомоторного топлива вот хотелось бы поговорить, потому что президентам дана установка о том, что перевести всю технику именно на газовое топливо, да, так вот немножко такая тавтология. Вот как вы считаете, правильно это и неправильно? Готовы ли именно аграрии вот к такому виду? Сегодня, в связи с тем, что дизельное топливо, да вообще все ГСМ, практически дорожает на глазах, вот такое слово на глазах, да, то есть за этот год, значит, подорожало на 1700 рублей. И я вам скажу, что это не секрет, буквально вот неделю назад мы были с Александром в Москве, значит, у Зубкова Виктория Алексеевича, подписано соглашение между, значит, правительством области, губернатором и газомоторное топливо именно по той программе, чтобы на сегодняшний день Оренбургская область была одна из первых в пилотном проекте по переводу всей сельскохозяйственной техники в компрессионный газ. Губернаторам поставлена максимальная задача, перевод должен быть, конечно, за счет Большого Газпрома, за тех налогов, которые сегодня вот Газпром, то есть должен отдавать, значит, бюджет области. По поводу саранчи, вот какова сейчас ситуация с саранчей, потому что вот на федеральном уровне, да, звучала информация, что Оренбургская область опоздала саранчей, насколько эта информация достоверна, и насколько в этом году мы все-таки смогли побороться с этой напастью? Значит, после вот того репортажа, да, значит, я созвонился, значит, с президентом зерновой компании, значит, мы с ним все дело проговорили, он, конечно, как бы сказал, что я не хотел объявить Оренбургскую область, и когда я ему привел цифры, а цифры на сегодняшний день такие, что обнаружение заселения саранчи 740 тысяч гектар, хотя по предварительным оценкам специалистов было на площади 300 тысяч гектар. Плохо или хорошо? То есть, на мой взгляд, как министра, конечно, сегодня и все службы, и сельхозтоваропроизводители сработали, то есть, ну, будем говорить, на полную катушку. Ну, если сравнить с предыдущими годами, вот в этом году работа по саранчи, она велась более активной или также ли менее активной? Ну, опять цифры, чтобы было понятно, да. Как я уже сказал, 540 тысяч гектар обработано. Прошлый год был обработан на 110 тысяч гектар. То есть, можно больше ничего не говорить. Ну, и в завершении нашего интервью поговорим о прогнозах. Каковы прогнозы сейчас уже, скажем так, на вторую половину сезона? Чего ожидаем? Чего боимся? Какие, наоборот, будут успехи? Бояться ничего не боимся абсолютно, да. То есть, просто берем работу, работаем. Выделена серьезная финансовая поддержка. Поэтому где-то, по этому году будет 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Я думаю, что это существенная помощь. Понятно, что говорят, что маловато. Мы это сами понимаем, что это маловато. Но я хочу отдать должное, то есть, что сегодня, значит, выделено в этом году крестьянство на 780 миллионов больше, чем прошлый год. То есть, в 1,4 раза. Я думаю, что в этом году, так, по грубым прогнозам, с учетом, то есть, корректировки погодных условий, где-то 2 миллиона 200 тонн зерна мы всякого наберем. Если будет цена, я думаю, что с учетом, то есть, компенсации по засухе, по саранче, с учетом цены на урожай, думаю, что крестьяне должны как бы в этом году немного почувствовать себя, на самом деле, что они сегодня нужны не только Оренбурге, но и стране в целом. Ну и пополнить какие-то свои финансовые дела на будущее. И сейчас мы вновь обращаемся к строительной теме, с которой мы и начинали нашу программу. Только на этот раз поговорим не о минусах, а о плюсах. Речь пойдет о подготовке школ к новому учебному году. В массе своей сейчас в образовательных учреждениях идут ремонтные работы разной степени сложности. Однако не везде. Кое-где 1 сентября ученики сядут за парты не в подремонтированных обновленных классах, а пойдут на занятия в совершенно новые учебные заведения. На нынешней неделе губернатор Юрий Берк и руководство Оренбурга побывали на строительство сразу двух городских школ. О том, что они увидели, расскажет Максим Стародумов. В степном поселке Оренбурга, а именно в мертвом городе, эта школа единственная. Причем о том, что этой части города, как воздух, нужны не только квадратные метры жилья, но и школы, и детские сады вспомнили только сейчас. Героические усилия по исправлению ошибок идут бок о бок с отсутствием денег. Надо есть, чтобы нам на следующий год везти к 1 сентября. Вот он говорит, ну, уже не считая там 40 миллионов долгов, чтобы там в зиму можно было работать, 85 миллионов надо. Первое утепление, мокрые процессы наружные. Если постараться и найти недостающие деньги, то к сентябрю следующего года школа заработает, уверяют строители. Главное разобраться с источниками финансирования. Зиму нельзя терять, а отопление подвели? Нет, отопление не подвели, но удовольствие до отопительного сезона здесь реально подвести отопление. Контур практически закрыт, для того, чтобы здесь еще есть возможность утеплить фасады. Только скажите, кто финансирует это все? Это вопрос Кьюз Николаевича. 50 на 50, да. Или наши деньги? Да, 50 на 50. 50 на 50? Так и идем. Ищем деньги и закроем. Совсем иная картина в авиагородке. Здесь школа уже на стадии завершения. Начали в прошлом году. В сентябре этого уже откроют двери. 400 учеников из ближайших окрестностей будут постигать науки в современном и светлом здании. Прозвучала сейчас интересная идея. Ирина Николаевича, я думаю, мы вместе обсуждали, что сделать это как филиал второй гимназии, чтобы статус вот это здорово, чтобы и коллектив, и дети, и все уже сразу было на высоту. О необходимости строительства школы в авиагородке говорилось давно. От разговоров к делу перешли только в августе прошлого года. Бюджеты Оренбурга и области напряглись, и на свет появился храм наук. По существу начали ее где-то, наверное, в октябре. Начали. Вот сейчас, вы видите, уже ее готовность какая-то школа. Проект уникальный, да, красивый, хороший, необычный. Посмотрите, какие светлые холлы, рекреации, кабинеты. 240 миллионов стоимость школы. Что ж, к новому учебному году готовятся все, от строителей до родителей. Кстати говоря, о последних, то сегодня обязанности родителей уже не ограничиваются только обеспечением своего чада школьной формы, покупкой ему учебников, ну и традиционного букета на 1 сентября. Нет, современные папы и мамы, это уже не хрестоматийные родители, которых вызывают в школу за провинности их ребенка. Сегодня они более чем активные и непосредственные участники в жизни школы. Всего полтора месяца осталось до вступления в силу нового закона об образовании. Новшество, которое он несет, затронут не только учителей и учеников, но и их родителей. В четверг в Оренбурге состоялся первый областной съезд родительской общественности. На нем было принято решение о создании в области регионального отделения Общероссийской национальной ассоциации родителей и областного совета отцов. Для чего нужно родителям объединяться и какие цели ставит перед собой такой союз, расскажет Елена Файман. Посмотреть друг другу в глаза и услышать биение сердец. Примерно так можно назвать цель встречи родителей со всей области. Будь то город или село, задачи у всех одинаковые – дать хорошее образование детям. Схожи у родителей и проблемы. Решать их можно и нужно, сообщая, ведя конструктивный диалог со всеми ветвями власти. Но для этого сначала нужно объединиться. Впрочем, и новый закон об образовании накладывает свой отпечаток. Наши дети чувствуют себя защищенными и любимыми и в школе, и в семье. И только защищенный и любимый человек может строить успешную страну и активно участвовать в жизни той страны, которую мы с вами встретили. Совершенно в кон происходит вот этот съезд родительской общественности, потому что 1 сентября стартует новый закон об образовании. И родители становятся полноправными участниками образовательного процесса, а не заказчики образовательных услуг. Мы четко понимаем, что должен быть родительский общественный контроль. Либо это комитет, либо это какой-то совет, либо еще другая форма, но которая сегодня рассматривает в комплексе все вопросы развития данного образовательного учреждения. На первый областной съезд съехались родители со всего Оренбужья. Каждый из них у себя уже выстроил работу, но вопросов пока по-прежнему больше, чем ответов. Новый закон об образовании усиливает роль родителей, при этом вырастает и ответственность. И решение объединиться под крылом регионального отделения Национальной ассоциации родителей позволит сделать многое. Начиная от общественного контроля, тонкости которого родителям еще предстоит познать, и заканчивая законодательными инициативами. Не стоит, наверное, делиться в том числе и общественным организациям на какие-то группы и направления. Многодетные родители, матери-одиночки, родители с детьми-инвалидами. Вот эта ассоциация, она как раз та площадка, на которой все общественные организации, цель которых защищать интересы семьи и детства, объединится. Вот такое объединение, как ассоциация родителей, которые в первую очередь будут болеть за качество образования, за правильное распределение финансовых средств, за нормальную атмосферу, которая должна быть в этой школе, правильное направление вектора, которое выбраны из школы. Они будут это заявлять смело. Как всегда, к новому учебному году больше всего готовятся родители, чем сами ученики. Хотя что с ребятишек взять? Каникулы – это святое. Впрочем, не для всех они без заботное время ничего не делали. Например, у их сверстников, ребята с хора «Новые имена», каникулы получились интересными и насыщенными. Совсем недавно прославленный детский хор, отмечающий, кстати, 15-летие со дня своего основания, вернулся с гастролей в Соединенных Штатах, где ребят очень тепло встречали и принимали на самом высоком уровне. Столь же высокий прием юных вокалистов ждал и на родине. Губернатор Юрий Берг встретился с ребятами и их руководителями, чтобы узнать, как прошли гастроли в Москве и Нью-Йорке, состоявшиеся при поддержке губернатора и правительства Оренбургской области. Всего несколько недель назад они выступали на американской земле. Оренбургский хор «Новые имена» давно полюбили в Европе. С гастролями по ближнему и дальнему зарубежью ребята, их бессменные руководители, ездят нередко. А вот в Америке выступали впервые. Две недели оренбургские таланты радовали и удивляли искушенную американскую публику. Целая плеяда концертов, 10 концертов в США, причем все они проходили на Бродвее, в Нью-Йорке, на лучших сценах Нью-Йорка. 12 июня мы пели в Организации объединенных наций, начинали его с гимна России на День России. Ну а 15-го мы вылетели из США. Вот такая насыщенная программа. Не рассказать о таких важных гастролях губернатору ребята не могли. И поэтому сегодня за чашкой чая Юрий Берк услышал полный отчет о поездке. Глава региона в свою очередь признался, за творчеством ребят следит пристально. Я так всегда смотрю и знаю, где вы поедете. Что вы поете? Особенно следую за репертуаром. Одну из главных песен своего репертуара ребята исполнили прямо в Доме Советов. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что ж, таковы были некоторые темы и события, на которых мы сегодня акцентировали ваше внимание. Возможно, что кто-то посчитает, что внимание требует совершенно другие вещи. Спорить не буду. Тем более, что впереди у нас еще и итоги недели, где мы и продолжим разговор о примечательных событиях в жизни нашего края. Так что до встречи в эфире и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова